здравствуйте здравствуйте дорогие зрители сегодня у нас авто за автопати и сегодня у нас не совсем обычная тема как вы наверно знаете формат авто за автопати родился из ролика про зомбаков которые отмечают авто за автопати так вот готовы ли вы всемирному а пока катастрофе апокалипсису вот блин вы говорите даже вот-вот не пил ничего а заговариваюсь уже что это такое странная вещь готовы ли вы к тому что придет маленький пушной зверек а прийти он может по разным причинам он может быть глобальный а может быть локальный в любом случае когда у нас на носу или по носу неприятности и нам грозит какие-то трудности какие-то непонятные события все равно нам нужно есть и пить так вот сегодня у нас тема не совсем обычная тема воды не простой воды воды аварийного запаса вода которая долго хранится и которая предназначена для того чтобы в трудную минуту если она у вас вдруг не дай бог наступит и у вас под рукой есть это водичка вы могли утолить жажду без опаски несмотря на всякие зараженные вокруг водоемы которые неизвестно кто неизвестно что неизвестно когда и неизвестно зачем набухал всякой гадости и вы не можете это все очистить оперативно либо вы ваш титаник утонул и вы шлюпки вот шлюпках вот такая водичка согласно всеми мировым конвенциям в аварийном запасе шлюпок должна быть вода раньше при советском союзе вода была в консервных банках сейчас от консервных банок уже ушли сейчас больше в ходу вот такие пакетики упакованные либо бутылки стандартного вида различных форматов тоже все зависит от фирмы производителя от требований которые предъявляются к хранению этой воды сколько срок годности 1 вода хранится не очень долго другая вода хранится может и несколько лет вода бывает различных видов бывает консервированная вода бывает просто очищенная вода упакованная консервированная вода это значит что туда добавлены какие-то присадки которые препятствуют порчи воды просто очищенная консервированная вода это просто когда вода обычно с помощью обратного смыса очищается и просто упаковывается в асептических условиях туда не попали микроорганизмы не расплодились там так у нас сегодня вот такая замечательная водичка с капитаном нарисованным который весь довольный и радостный что он может выпить эту водичку одобрена морским регистром россии соответствует международным требованиям со вас выпускается на санкт-петербурге компании топ marine это воду вода давно известна на рынке закупаются различными структурами для аварийных запасов на шлепки на суда а также для различных экспедиций в том числе и покупает ее туристы которые там идут какие-то походы если им нужно какой-то там запас воды потому что вода довольно таких пакетиках прочная хочу упаковано вот в такую упаковочку и можно ее спокойно без всяких проблем по ходе использовать это же такие тут можно ее как-то разложить по телу как-то распределить нагрузку если это самое идешь в специальном снаряжении для сравнения у меня вот такой такая турецкая водичка сию натурал спринген ватер которую я привез турции вот в таком необычном формате ки вот такой формате ки в одну упаковке воды что-то я нигде не встречал кроме вот турции что-то у нас я в россии его не видел может кто и делает но формате довольно удобный тем что в принципе небольшой объем воды можно употребить за раз ну максимум два раза стаканчики не надо бутылочкой что-то измощать стаканчик выкинул стаканчик можно использовать под что-то другое можно положить туда какие нибудь другую еду то есть в принципе вот такая упаковочка довольно интересный формат водички на турецком рынке мы использовали туда клали всякую еду можно там можно что-то еще водичка конечно не является водой для аварийного питья это просто обычная бутылированная вода которая в турции продается в различных форматах начиная вот таких мелких кончая бутылка в кулер и ну что ж вот две у нас сегодня вот таких необычных штучки начинаем между ними очный тест открываем упаковочку ой водичка падает не хочет она не хочет чтобы ее открыли ну чтож мы ее открыли вот такая упаковка внутри вот такой капитан нарисован вода питьевая аварийная вот ее реквизитики соответствуют различным требованиям тропыр и не пейте воду в течение первых двадцати четырех последующие норма потребление не должна превышать 500 миллилитров пять пакетов в сутки соответствует требованиям сова с международным выпущена по заказу компании top marine о marine pro сделано в городе санкт-петербурге дата до девятнадцатого года и вот такая водичка сию турецкая вот выпущена брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм хрен знает где тут все по-турецки написано где-то в районе анталии ну черт его знает где дата годности ну она уже до четырнадцатого года была просрочена зараза ну ладно что поделать вроде она я не вижу признаков что она там зацвела или что-то с ней такое случилось ну а на откроем понюхаем что она стоит посмотрим заодно как вода консервирована тортится или нет водичка как водичка никаких посторонних вкусов я не ощущаю обычная чистая вода вроде не испортилась за столько лет три года просрочки ну не знаю ничего такого не случилось вода как вода теперь перейдем непосредственно тестирование вот этой упаковочки упаковка довольно такая можно делать с ней различные фокусы она не мнется не ломается только кувыркается вот пожалуйста можно что выгодно отличает этот формат что его можно медь ломать можно скатать то есть можно делать с ним много различных фокусов так здесь вот есть open hair открывать здесь ну не знаю откроется не откроется засечки я здесь не вижу блин не откроется да открываться не хочет засечка на фабрике сделана отвратительно поэтому она открываться не хочет да самостоятельно открыть ее сложно об этом кстати отмечают некоторые туристы что открыть ее самостоятельно довольно проблематично просто так вот вот это вот фигнюка которая должна здесь быть и которая позволяет это все открыть к сожалению здесь нету поэтому мы вынуждены прибегать посторонним предметом что не есть очень хорошо потому что вдруг у вас может не оказаться чем это под рукой открывать то есть у них засечка выполнена плохо так берем стаканчик потому что из самой вот этой штучки пить воду не очень удобно и выливаем как корову должен корова корова дай молока дай молока дай молока дай молока а здесь 100 миллилитров вот 100 миллилитров воды ну чё вода вода но правда какая то не знаю ну-ка это это с холодильничка это просто так лежало вот с холодильничка водичка заходит лучше а просто так лежала она такая ну теплая вода вкус теплой воды не знаю как бы по вкусовым качествам вот эта вода лучше но она не проходила как бы сказать обратный осмос просто обычная ну вода в которой стандартным методом бутылирования разливается то есть там происходит либо скорее всего обеззараживание ультрафиолетовыми лучами либо озоном я не знаю чем они там ее обеззараживают разливают по бутылкам это же вода если после обратного осмоса как утверждают некоторые люди специалисты иногда даже ссылаются на сайт производителя у нее просто вкус ну какой то такой тут все таки немножко вкус поприятней да вкус воды которая стояла теплая вода ну когда вот воду оставите на длительное время она такая немножко ну что ж это вода закончилась отставляем стаканчик что можно сказать вот такой формат водички не предназначен для ежедневного потребления он предназначен для того чтобы спасти вам жизнь в трудную минуту то есть если не дай бог что-то у вас происходит и у вас под рукой случайно совершенно оказалась эта водичка не дай бог с вами такое случится что она вам понадобится у вас выбора не останется вам придется пить эту воду в принципе как вода она вода но вкус у нее не очень хороший вкус что-то мне не очень понравилось вот это вот турецкая водичка это обычная питьевая вода которую в бутылках продают здесь вкус поприятнее здесь потому что присутствует какая-то минерализация здесь так как космос и тому подобное то здесь скорее всего минерализация меньше поэтому вкус у нее похуже ну что ж сейчас скажу сколько вот эта штучка здесь а здесь 180 миллилитров 180 миллилитров вот этой штучки но бывают иногда вот такие же пакетики по 200 миллилитров то есть разница 20 миллилитров они где-то зажиливают иногда в некоторых партиях то есть 180 тут 100 ну что ж заканчиваем сегодня выпуск авто за автопати я морской или десантной или какой-то тельняшечке завершаю передачку прощаюсь с вами всего доброго до новых встреч с вами был Иван Балтиков и авто за автопати надеюсь вот эта фигня вам никогда в жизни не понадобится неприятности обойдут вас стороной за авто